Еще раз приветствую всех тех, кто присоединился к нам только что. 9 февраля, понедельник на календаре. Мы сегодня будем говорить о межевании и том, как это вообще связано с многоквартирными домами. Представляю вам сегодняшнюю гостью. Это Елена Котова, президент Ассоциации управляющей компанией Пермского края. Добрый вечер. Добрый вечер. Собственно говоря, почему мы подняли эту тему? К нам в редакцию идут и идут вопросы от телезрителей. И вот последний вопрос, который по моторостроителям 12 был. Земля под многоквартирным домом, значит, бюллетень пришел за уличного голосования, что вроде как нужно размежевать, чтобы дому земля принадлежала. Так вот, оказалось, что большинство жителей против. А у нас создалось ощущение, что люди просто не знают, для чего это делается, и они не понимают ни плюсов, ни минусов этой процедуры. Вот скажите, в чем же плюсы и минусы? Во-первых, многоквартирный дом и право собственности на места общего пользования, включая в том числе и владение земельным участком, на котором этот дом стоит. То есть должно быть какое-то право использования этого земельного участка. Либо взять в аренду, либо оформить в собственность. На сегодняшний день законодатель дает такое право, это оформить земельный участок в собственность и распоряжение самих собственников. Вы знаете, можно привести примеры с автомобилями, когда автомобиль продают по доверенности. И потом непонятно, кто же все-таки является собственником. Вот здесь та же самая может произойти ситуация. Если земельный участок вовремя не оформить в собственность свой земельный участок, то может быть кто-то сможет оформить себе его в аренду, например, или в собственность и построить на этом месте гаражи или стоянку организовать, магазин организовать. Соответственно, люди будут переживать место детской площадки, у них будет размещен какой-то хозяйствующий субъект. Ну, я насколько понимаю, у администрации все-таки есть задача передать кому-то в собственность землю, чтобы получать соответствующий налог на собственность. И если кто первый обратится, у того и тапки, что называется. Если дом оформлен, то это его будет собственность. А если кто-то вперед захочет организовать нам стоянку, значит будет стоянка. Дело в том, что, конечно, преимущественное право, и есть программа такая она была и действовала, когда земельный участок, на котором стоит дом, был размежеван, границы определены. То есть на сегодняшний день собственникам необходимо только подать заявление и вступить в свое право. То есть по факту они пользуются этим земельным участком. Конечно, есть необходимость. Бояться налогов я так прям сразу и не говорила, потому что есть масса судебных решений. Ведь товарищ собственников жилья уже достаточно давно прошли эту проблему. Когда земельный участок у них находится в собственности налоговая, начисляет, выставляет счет ТСЖ за всех собственников, хотя это неправомочно. И, соответственно, были судебные решения, когда налоговая сказали, что нужно начислять на каждого конкретного собственника. Тут еще налоговая нужно будет достаточно долго поработать. То есть перераспределять этот налог? Да, перераспределять, конечно, налоги и долю. Но опять же здесь масса преимуществ. Масса преимуществ каких? Это организация пространства вокруг дома, где вы живете. То есть, соответственно, если вы хотите разместить, если для вас приоритет автомобили, то есть вы можете стоянку разместить для собственников дома. Если для вас приоритет детская площадка, значит вы можете организовать детскую площадку. А если этот земельный участок будет в аренде, тогда нам будет разрешение спрашивать у собственника этого земельного участка, то есть у муниципалитета. И еще маленький такой вопрос. Если дом принимает решение в собственность определить вот эту землю, смогут ли они в субаренду сдавать это? В аренду? Своим участком могут собственники распоряжаться по своему усмотрению. То есть это на основании решения общего собрания. Либо они выбирают кого-то из собственников дома, дают ему доверие. Если этот человек идет оформлять все документы, которые необходимы, и получает свидетельство о праве собственности, также может каждый собственник получить свой экземпляр свидетельства, только будет в свидетельстве написано собственники дома по такому-то адресу с конкретными совершенно будут координатами, разметками и всем остальным. Тогда собственники могут совершенно в законных основаниях заниматься. Единственное, что мы должны понимать, это стопроцентное решение собственников, когда идет какое-то отчуждение земельного участка. Здесь, конечно, вопрос достаточно сложный. То есть не кворума, а именно стопроцентное? Именно стопроцентное, да. Елена, сейчас я просто попрошу наших режиссеров, если есть возможность выдать на экран адрес, интернет-адрес, куда можно просто зайти и посмотреть, сюда есть такой адрес. И, Елена, вот вопрос, опять же, по тому бюллетеню, на который я ссылаюсь. Опять же, почему люди оказались против этого решения. Написано, утвердить стоимость работы услуг, связанных с переводом земельного участка в общую долевую собственность в размере 25 тысяч рублей. И народ прочитал этот пункт, как с каждой квартиры по 25 тысяч. Ну, а там много пенсионеров и так далее, которые, конечно, возмущены такой суммой. Ну, здесь, скорее всего, просто формулировка не такая развернута, как хотелось бы собственникам. На самом деле, в управляющей компании можно все это уточнить. Потому что, если они назначили управляющую компанию, стоимость таких работ, если этот участок не был сформирован муниципалитетом и не попал в муниципальную программу, и нужно сделать заново, то я вам скажу, цена колеблется от 25 до 56 тысяч рублей. То есть это на весь дом сумма? Конечно, за все работы. И сумма в бюллетене указывается за все работы. Если она пишется с квадратного метра, то тогда можно умножать на количество квадратных метров, которые в доме находятся. И еще вот такой момент. Каков алгоритм процедуры, чтобы собственники понимали, насколько прозрачно действует управляющая компания? Где это можно узнать? Как это понять? Прозрачно действует в отношении чего? То есть для управляющей компании здесь абсолютно никаких тайн нет. Это в интересах собственника. Собственники могут сами нанять какую-нибудь организацию. Стороннюю на решение собрания. Они могут кого-то из собственников выбрать, кто будет представлять, ходить оформлять документы. Но управляющая компания – это просто понимать, где заканчивается земельный участок этого конкретного дома, для того, чтобы даже рассчитывать тарифы на содержание и так далее. То есть чтобы не было такого, когда у нас зимний период, не знают, кто снег должен. Кто должен убирать снег. Кто должен проезды чистить, кто должен улицу убирать. Для этого собственники, в первую очередь, заинтересованы получить земельный участок в свою собственность, в свое управление. И тогда они будут иметь конкретные квадратные метры, за которые они несут ответственность. И уже заказывают эти услуги, работы в других организациях. Собственники могут проголосовать против, нет проблем. Они могут... Но это не в интересах собственников. Конечно, в интересах собственников знать, где их участок, и понимать, что они хотят там располагать, голосовать за это, и уже реализовывать свое право собственника. Конечно, как в своей квартире. То есть мы распределяем свое пространство. То же самое наше пространство начинается с первого шага в наш двор. Елена, большое спасибо вам, уважаемые телезрители. Напоминаю, у нас в гостях была Елена Котова, президент Ассоциации управляющих компаний Пермского края.